Ассаламу аликум друзья, с вами вновь Чечен Синдром. Еще в 2004 году, когда стало известно, что на обложке журнала People появилось лицо чеченского бизнесмена, все наши соотечественники переполнились гордостью, так как это был первый и по сей день единственный случай, когда военахское лицо оказалось на обложке столь солидного международного издания. Еще тогда хотелось узнать больше о самом Алихане, однако тогда еще шли тяжелые военные годы для Чечни, и как-то не доходили руки. Интернет тем временем не дремал. В частности, Рунид переполнялся различного рода слухами об Алихане Мамакаеве. Кто он? Человек, которого ждут с распростертыми объятиями на Филиппинах, во Вьетнаме и других азиатских странах. Человек, чье имя везде ассоциируется только с честностью, достойным поведением. Почему его знают и любят за границей, и в то же время мы, чеченцы, ничего не знаем о нем. Эти вопросы оставались без ответа в течение нескольких лет. Наш блогер, Ульвер, разместил в своем сообщении всеобщедоступную информацию об Алихане, и именно он, Ульвер, сделал интервью с загадочным Алиханом возможным, организовав мою встречу с ним. Встреча с нашим известным земляком состоялась в холе отеля, Ридс Карлтон Москва, что на улице Тверской. Забегая вперед, скажу, что Алихан, несмотря на реальное положение вещей, оказался очень скромным человеком. Это тот самый случай, когда скромность украшает человека. Где, и когда, вы родились? Не знаю, к сожалению ли или к счастью, но как и все мои ровесники и те, кто старше, я родился в депортации в Джамбульской области, Казахская ССР, 30 января 1957 года. В каком году моя семья вернулась на родину, не помню, но в первый класс я пошел уже на чеченской земле. В Грозном мы жили в поселке Калинино, на Катаяме, а также в центре Грозного. Последняя моя школа, собственно говоря, которую я и закончил, была школа номер 11, хотя учился и в 38, и в 55 школах. В связи с тем, что занять свободное время нечем, приходилось учиться. Школу я закончил с одной отметкой 4. Из моих одноклассников я никого не помню, да и встречать не приходилось за исключением Руслана Аушева, который учился классом старше. С ним я отношения поддерживаю до сих пор. Общаемся по телефону. Единственным преподавателем, которого я помню сейчас и который привил мне любовь к физике и математике, был Дарбазанов Анатолий Михайлович. Откуда вы родом? Родом я из села Толстой Юрт. К сожалению, у меня не получается часто бывать в Чечне, на родине, однако с близкими родственниками вижусь регулярно, в частности, в Москве. В последний раз в Грозном был между Первой и Второй войной. Расскажите, о вашей семье? Женат, имея троих детей. Старшему сыну Бекхану 18 лет. Он учится за границей. Младший сын Энди и дочь Тамара посещают школу. Какой вуз вы закончили? Какая у вас специализация? Закончил факультет строительства дорог и мостов, Московского автодорожного института, МАДИ. Как показала дальнейшая жизнь, работа учебы в этом вузе не принесла мне большой пользы. Возможно, это самые бессмысленно прожитые мною годы жизни. Далее образование продолжил в Германии. Учил язык. У войнахов есть такая черта характера, что бы мы ни делали, мы все это должны делать лучше всех. Вот и я старался быть в первых рядах своих занятий. А как вы попали в Германию? Это долгая история. Я пытался в то время найти способ перебраться за границу. И в 1984 году, если мне не изменяет память, я туда перебрался. Это был не рабочий визит, но тогда, как, впрочем, и сейчас это вряд ли имеет значение, улыбается. Пользуетесь ли вы такими сервисами, как Facebook, Одноклассники или подобными? Нет, не пользуюсь. Это связано, прежде всего, с тем, что у меня очень мало свободного времени. Но, надеюсь, в скором времени у меня получится там зарегистрироваться. Любите ли вы читать, в частности, художественную литературу? Кого из чеченских писателей вы можете назвать особенно интересным для себя? Читать я очень люблю, однако, времени на чтение мне не хватает. Из наших авторов, по отзывам, могу отметить Канта Ибрагимова, хотя читать его произведение также пока не доводилось. Сколько и какими иностранными языками вы владеете? Немецким и английским. На сайте, медиакратия.ру, вас назвали одним из спонсоров конкурса «Мисс Вселенная». Соответствует ли это действительности? И если да, то как получилось так, что вы оказались в спонсорах такого престижного международного конкурса? Я не имею никакое отношение к этому конкурсу и с Дональдом Трампом лично не знаком. Возможно, эта информация в интернете возникла в связи с тем, что я имел дружеские деловые отношения с братьями, Роберто, и Хосе Девенеце. Первый является владельцем конкурса «Красоты Мисс Ази Интернешнл», а Хосе, старший брат, продолжительное время был спикером парламента Филиппин. «Я в свою очередь был его советником на протяжении нескольких лет. Я делаю бизнес только с друзьями», заявили вы в интервью журналу «Пипл». Изменилось ли что-нибудь с тех пор в вашем отношении к делам? Продолжаете ли вы строить бизнес исключительно на дружеских отношениях? Дружба – это, несомненно, одно из прекраснейших проявлений человеческих отношений. Бизнес, основанный на дружбе, становится только приятнее и надежнее. Мой опыт показал, что нет большого смысла изменять этому принципу. Много ли у вас по-настоящему близких друзей? Друзей много не бывает. Друзья у меня есть, и я очень рад этому. Он гражданин Германии по гражданству, но филиппинец в глубине души, так как очень сильно любит эту страну, написано в памятной статье. В какой части вы чеченец? Алихан Мамакаев, в первую очередь, чеченец. Но это не мешает мне быть гражданином Германии и любить Филиппины. Помогла или помешала вам в вашем восхождении этническая принадлежность, национальность? Мне всегда в жизни помогало то, что я чеченец. А именно страх сделать что-то не так и тем самым опозорит свой народ. И поэтому я старался все делать лучше других. Можно ли вас назвать религиозным человеком? Я, безусловно, верующий человек, однако не успеваю. Например, каждую пятницу в мечеть. Но с возрастом я стараюсь избегать того, что ранее мог себе позволить в силу юношеского безразличия. Как относятся к чеченцам в Европе, в мире? Отношение к чеченцам в Европе и в мире меняется. В настоящее время отношение европейцев к нашим землякам становится лучше в связи с тем, что войнахи показывают хорошие результаты, как в учебе, так и в спорте. Европейцы ценят положительное в человеке от человека. Планируете ли вы окончательное возвращение на родину? Я, безусловно, вернусь в Чечню, но сейчас не могу сказать, когда именно это произойдет. Посетители нашего сайта, в частности, в блоге «Ульвера», понимая, что ваше дело, ваш бизнес развивается и вместе с тем, зная о вашей благотворительности, спрашивают, помогаете ли вы родине, инвестируете ли вы в Чечню, или, может быть, собираетесь. До сих пор, каких-либо инвестиций в Чечню я не производил. Это, прежде всего, связано с характером моих дел. Однако, я бы очень хотел внести свой, пусть и незначительный вклад в развитие Чеченской Республики. В частности, у меня родилась идея, открыть в Грозном совместно с моими филиппинскими друзьями, школу-сервисы. Нужно отметить, что в плане сервиса, Филиппины, одна из наиболее развитых стран мира. И, конечно же, филиппинские преподаватели, могли бы поделиться своим богатым опытом в этой области, где проходит большая часть вашей жизни. В Германии, гражданином которой вы являетесь, или в странах Азии, где вас любят и всегда ждут. Большая часть моей жизни проходит в дороге. Я много вынужден переезжать из страны в страну, из города в город. Живу в настоящее время я, в Рио-де-Жанейро. Вы, безусловно, имеете большой жизненный опыт. Что вы посоветуете нашим землякам, которые только сейчас начинают свой взрослый путь? Учиться и еще раз учиться. Самая лучшая война, это учеба. Получайте образование во всех сферах, учите иностранные языки. Человек без знаний, это безоружный человек. Друзья, это интервью Алиханом Мамакаевым, было дано в марте 2008 года информационному агентству Нахчи. На этом все друзья, от себя хотелось бы только пожелать удачи и здоровья Алихану, а все остальное, я думаю у него есть. Друзья, если вам было интересно, сами знаете, что делать. С вами был Чечен Синдром. Пока.